Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Дракон в моей постели, глава седьмая. Свидание с Алексом Кейном, рисковая авантюра, ведь сказка легко может превратиться в настоящий кошмар. Хватит ли сценаристки смелости, чтобы до конца распутать клубок тайн и расставить все точки над И? Какое-то время я просто смотрела на фото в полнейшем в шоке. Может, показалось? Глупая улыбка, пиджак с распродажи. Да, это и правда Стэнли, и он прилетел в Калифорнию. Мисс Андерсон? Да, это я. Это вам. Я взяла конверт и открыла его, внутри лежала банковская карта, тогда же на телефон пришло новое СМС. Ни в чем себе не отказывай, надеюсь, этот вечер будет особенным. Ого, Алекс невероятно щедрый мужчина. Я собиралась расслабиться и пройтись по магазинам, но теперь самое лучшее свидание оказалось под угрозой. Кто-то, Алекс, удивится, что я, оказывается, тоже замужем. Это тоже постоянно грызла его женой, а тут, оказывается, сама еще замужем. И все из-за того, что Стэнли не понимает с первого раза, что между нами все кончено. Если не принять меры, то на первое свидание я приду вместе с мужем. Караул. И что теперь? Отменять планы и искать мужа, или действовать так, будто ничего не случилось? Что мне делать? Да, шоппинг и удовольствие. Не буду менять своих планов из-за Стэнли, он того не стоит. Меня переполняла злость, поэтому я решила, что никому не позволю испортить этот вечер. Пойду выберу самое лучшее платье, какое только найду. Взяв телефон, я набрала Нейтана, съемок у него сегодня не было, так что вскоре мы вместе отправились по магазинам. Сердце было не на месте, и Нейтан сразу же заметил мое мрачное настроение. Нейтан! Блин, ты что таки ходишь в таком образе? Нет, мне, конечно, безумно нравится, но я думаю, что продавцы явно неправильно поняли. Кстати, я уточняла, Нейтан из этой истории и Нэт из школьных тайн, это не один и тот же человек, как многие подумали. Это просто схожие имена и немножечко схожая внешность. А жалко, согласитесь, было бы круто видеть такую коллаборацию историй. Так, а теперь давай на чистоту, что с тобой? О чем ты? Ты сказала, что вечером собираешься на свидание, но вид у тебя такой, как будто ты замышляешь убийство. О да, жаль, что в тот вечер пострадал только паспорт Стэнли, надо было прищемить муженьку что-нибудь жизненно важное. Ладно, ты прав, меня донимает бывший. Ты разве с ним идешь на свидание? Алекс сказал, что хочет открыто объявить о наших отношениях, но могу ли я заранее довериться Нейтану? Хм, ну раз здесь есть такой выбор, я, пожалуй, его и возьму, сказать правду. Если честно, у меня свидание с Алексом Кейном. Симпатия Нейтана. Да ладно. Пожалуйста, только никому не говори об этом. Да шучу я. Расслабься, Ирен. Я понял, что между вами что-то есть еще на репетиции. Нужно быть слепым, чтобы не заметить, как он с тебя глаз не сводит. Неужели? Даже немножко тебе завидую. Я ведь был влюблен в него когда-то. Но я быстро понял, что он не из моей лиги. Он ведь женат, Нейт. Даже не попытаешься меня отговорить? Нейтан при упоминании Меган помрачнел и покачал головой. Алекс не из тех, кто будет открыто изменять жене, хотя ему и приписывают многочисленные романы. Он держит личную жизнь за семью печатями, но Меган уже слишком давно не появлялась на публике вместе с ним. Думаешь, они расстались? Что-то явно произошло, и похоже, Алекс решил, что ему пора двигаться дальше. После мы снова вернулись к нарядам. Итак, важный вопрос. Какой у нас бюджет? Никаких ограничений. Блин, это мечта каждой девушки. Ого, какой щедрый поклонник. Не теряй времени даром, не ограничивайся только платьями. А он шарит. Что? Но я с ним вовсе не за денег встречаюсь. Но это приятный бонус, согласись. Но это не значит, что ему не понравится увидеть тебя в каких-то красивых туфлях или красивое белье, например. Не злись, я понял. Иди переодевайся, я принесу наряды. Я отправилась за ширму раздевалки, и через несколько минут Нейтан протянул мне ворох платьев. Не смотри на ценник. Выбирай сердце. Не смотри на рубины. Нейтан был прав. Меня ждал важный вечер. Появление Стэна и так пошатнуло мою уверенность в себе, а сегодня я хотела чувствовать себя королевой рядом с моим королем драконов. Так, ну... Персиковое гофре. Очень симпатично. Изумрудная принцесса. Ооо, ну это без вариантов. Боже, какая красота. Вот прям через экран. А, хочется даже потрогать. Оно так переливается. Так, посмотрим, что получилось. Какое невероятное платье. В нем я буду чувствовать себя куда увереннее рядом с таким мужчиной, как Алекс. А если нас поймают папарацци, переживать мне не о чем. Ничего себе у тебя там разрез сбоку. Что скажешь, Нейт? Настоящая королева. Ты великолепна. Как вышла, так сразила на повал. Ты мне льстишь. Я так как раз честен. Ведь я не хочу залезть тебе под юбку. В отличие от большинства мужчин в торговом центре. Хватит, Нейт. Ладно, ладно. Не смущайся. Знаешь, чего-то не хватает твоему шикарному образу. Изюминки, которая его подчеркнет. Украшения? Драгоценности? Нет, нет. Здесь необходимо нечто иное. Я понял. Тебе нужна шикарная прическа. Но осталось так мало времени. Да и в салонах принимают только по записи. Нет. Никаких салонов и мастеров, которые работают слишком медленно. Тебе нужен только я. Ничего себе, Нейтан. Ты прям мастер на все руки. Ты умеешь делать прически? Я не всегда был звездой Голливуда, знаешь ли. Серьезно, Нейт? Это точно не займет целый вечер? Я не опоздаю? Ты будешь самой красивой и успеешь вовремя. Просто вообрази, если сейчас мы ненароком встретим твоего мужа. Тебе представится отличный шанс показать ему, какую женщину он упустил навсегда. Ведь навсегда? Абсолютно и бесповоротно. Между нами все кончено. Тогда я жду только твоего решения. Даже не знаю. Стать совершенством. Ладно, я согласна. Нейтан обнял меня за плечи, а потом взял за руку и потащил за собой. Я с трудом поспевала. Далеко идти? Никуда идти и не нужно. Здесь в магазине есть специальное место, в котором я быстро превращу тебя в принцессу. Нейтан отдернул неприметную шторку, и я увидела огромное зеркало с лампочками. Не хотел, чтобы ты опоздала, поэтому все необходимое взял с собой. Он поставил на стол огромный чемодан с парикмахерскими принадлежностями. Чего там только не было. Нейтан усадил меня в кресло, накинул пенюар для стрижки, зафиксировал его на шее специальным воротничком и стал колдовать над волосами. А теперь, когда ты не можешь сбежать, буду пытать тебя вопросами. Правда ли, что в постели он действительно неутомим? Мой муж? Ты знаешь, кто меня интересует? Алекс всегда держал личную жизнь за семью печатями, но это же Нейтан. Могу ли я доверять ему? Как я буду справляться с атаками журналистов, если простой вопрос от Нейтана ставит меня в тупик? Что же делать? Но ответить вот так сразу на достаточно интимный вопрос я не готова перевести тему. Опа! И дали все равно королеву соблазна, я думала, дадут скромницу. Нет, я должна сохранять голову на плечах и не трепаться на каждом углу о наших отношениях. Алексу не понравится моя болтовня с кем попала, пусть и даже с Нейтаном. Понятия не имею. Алекс всегда обсуждал со мной только работу, не исключая, что и в ресторане мы будем заниматься тем же самым. Анна сделала вид, что они не спали еще? А Нейтану это понравилось? Как все необычно получилось с этим выбором. А ты кремень. Я был уверен, что ты спалишься. Не понимаю, о чем ты. Так держать, крошка. Первая заповедь Голливуда не верь никому. Знаешь почему? Алекс не говорил тебе про свой фан-клуб следующая жена. Жену и название. Что за странное название для фан-клуба? Он не любит распространяться на эту тему, а жаль. Мне кажется, если ты что-то значишь для него, первым делом он должен был рассказать тебе именно об этом. Там какие-то психопатки, что ли? Нейт, ты меня пугаешь. Что я должна была узнать? Помнишь, Гарольд утверждал, что где Кейн, там всегда полиция. Да. Одну из фанаток я даже видела вчера ночью. Женщин, о которых я говорю, не интересуют сувениры. Они хотят заполучить Алекса себе, стать его второй женой. Боже, небось, Кэрол состоит в этом фан-клубе. А как же Меган? Она периодически получала угрозы, но помешательство приобрело небывалый размах, когда Меган перестала появляться на публике. Глядя на собственное отражение в зеркале, мне вдруг стало не по себе. По коже пробежал холодок, когда я снова подумала о том, как сильно мы с ней похожи. Думаешь, фанатки из клуба как-то причастны к ее исчезновению? Никто не знает, что с ней на самом деле случилось, но кроме Алекса, а он, как я понимаю, не горит желанием обсуждать с тобой свой брак. Но это было бы странно. Он обещал сегодня рассказать мне об этом. Что ж, надеюсь, вам ничего не помешает. О! Так, и теперь мы меняем прическу. Ага, это одежда. Пока побудем мы в звездном бархате. Причесочки, Монро. Ну, вот новая прическа, да? Одна. Ну, окей, давайте хвост. Хм. Ну, я оставлю наш цвет волос, который был до этого. Выбрать, да. А теперь смотри на себя. Я закончил. Нейтан развернул кресло к зеркалу, и я взглянула на свое отражение. Нейтан, ты волшебник. Тебе удалось сотворить нечто прекрасное с моими непослушными волосами. Дай, и отрастить заодно подлиннее. Рад, что тебе нравится. А теперь давай поторопимся, иначе ты и правда опоздаешь. На место встречи с Алексом я пришла вовремя. Его видно не было, как и Стэнли. Только в этот момент, стоя среди толпы, я поняла, на какой важный шаг все-таки решился Алекс. Рядом со входом в отель было много людей. То и дело подъезжали такси, доставляя новых постояльцев. Далеко не центр Лос-Анджелеса, но даже несколько десятков зевак теперь воспринимались мной совсем иначе. Эти люди свободно ходят по улицам, приглашают друг друга на свидание. Им не нужно каждую секунду следить за собой, чтобы не кормить акол пера подробностями личной жизни. После всего, что мне удавилось узнать о журналистах, я понимала, что меня ожидает. Как только новость о новых отношениях Алекса Кейна облетит газеты, меня обольют грязью с головы до ног. И не будет предела ярости фанаток, которые давно мечтают стать новой миссис Кейн. Только теперь мне на собственной шкуре предстояло понять, на что способны эти женщины. Впервые я осознала, что за решением Алекса привести меня в уединенный особняк скрывалось куда больше заботы, чем казалось поначалу. Он не собирался меня использовать на одну ночь, он просто оберегал меня от целого мира. О боже, сюда едет лимузин. Последняя надежда на то, что наша встреча пройдет незамеченной, развеялась как дым. Машина притормозила возле отеля, и из нее вышел Алекса. все звуки вокруг моментально стихли. При мысли, что сейчас Алекс подойдет и при всех возьмет меня за руку, у меня едва не выпрыгнуло сердце из груди. Алекс направился ко мне, и внимание зевак тут же сосредоточилось на моей скромной персоне. Несмотря на страх, я вскинула подбородок выше, я была готова встретить мужчину, о котором другие могли только мечтать. Он только мои крошки. Привет. Он широко улыбался, как будто в целом мире существовали только мы вдвоем. Ты говорил, что приедешь на такси? Не мог же я испортить сюрприз. Видела бы ты свое лицо, когда поняла, что лимузин приехал за тобой. Такси тоже могут быть лимузином. Ты невероятно выглядишь в этом платье. Лучше, чем я мог себе представить. Спасибо. Рада, что тебе понравилось. Жаль, если мы испортим прическу, когда дойдем до десерта. Тут Алекс жестом фокусника достал из кармана бархатную коробочку и откинул крышку. Блеск бриллиантов ослепил меня. Хочу, чтобы сегодня ты всех затмила, моя невероятная Ирен. Алекс достал колье и застегнул его на моей шее. Драгоценный металл приятно холодил кожу. Надеюсь, нам покажут. Да, красиво. Ты сумасшедший. Тебя так легко смутить. Это всего лишь камни. Настоящая красота это ты. Поехали скорее. Я очень голодна. Я успокоилась только когда мы сели в машину. Теперь Стэнли нам не помешает. Как-то подозрительное его до сих пор не было нигде. Мы добрались до ресторана, где нас сразу провели к заказанному столику. Но с появлением Алекса обстановка в ресторане мигом изменилась. Людей больше не интересовали потрясающие блюда или собеседники. Только Алекс. Некоторые даже показывали на него пальцем и не приглушали голоса, когда обсуждали его. С раздражением я отложила меню в сторону. Все равно никак не могла сосредоточиться. Просто возмутительно. О чем ты? Не нравится еда? Как ты справляешься с таким чрезмерным вниманием? Привык. Что ты будешь? не представляю как вообще есть. На нас с тобой ставились как на цирковых зверушек. И я их кстати понимаю. Ты сегодня неотразима. Спасибо. Когда подошел официант, Алекс сделал заказ для нас двоих. Теперь мы можем поговорить? Жаль портить отличный вечер, но молчать дальше нельзя. Но раз мы все таки собрались чтобы выслушать Алекса, давайте так и сделаем. Хотя мне есть что сказать, сначала я готова выслушать тебя. Хорошо. Существует группа женщин, которые прямо скажем помешаны на мне. Они не останавливаются ни перед чем, даже перед законом. Одну из них ты видела у трейлера прошлой ночью. Я уже связался с полицией и очень надеюсь, что они примут меры и найдут ее. Я знаю, Нейтан рассказал мне о твоем безумном фан-клубе. Алекс ничего не ответил, только сушил бокал с водой залпом, а после посмотрел на меня. Я очень боюсь, что фанатки станут по-настоящему опасны, особенно когда пресса узнает главную новость. Обрати внимание, кого сейчас обсуждают за соседним столиком. С удивлением я последовала совету и прислушалась к беседе других посетителей ресторана. До меня долетели обрывки фразы «Неужели это Меган? Она так изменилась?» Похоже, не думают, что Меган Кейн это я. Нас действительно легко спутать. В самый первый момент, когда ты вошла в ту комнату, я тоже решил, что ты Меган. Так может ты и в шкаф меня затащил по ошибке. Фух, но я ее понимаю, это вообще странно. Не надейся. Тогда я тоже признаюсь. Я читала информацию о тебе в интернете, но быстро поняла, что правду там искать бесполезно. Могу представить, что ты нашла, но я сам виноват, раз не дал тебе ответы раньше. Алекс, что на самом деле произошло между тобой и твоей женой? Пусть вы чем-то похожи внешне, но все-таки вы с Меган очень разные, поверь мне. Только я знаю, какой Меган на самом деле была. Я похолодела от слова была. Мое сердце забилось чаще. Алекс был как никогда серьезен, а еще выглядел необычайно подавленным. Чего? Моя жена Меган Кэтрин Кейн мертва. Я вдовец. Офигеть. Так. У меня будто земля разверзлась под ногами, сердце взметнулось в горло, а в легких сгорел весь воздух. Меня словно выкинули из вертолета на полном ходу. А? Обстоятельства ее гибели скрыты от общественности договором о неразглашении, но очень скоро он истечет, и тогда об этом узнает весь мир. Каковы будут последствия, предсказать сложно. Нам придется непросто, но если ты хочешь быть со мной... Боже, ужас. В тот же миг я встала из-за стола и бросилась к нему, невзирая на посетителей ресторана. Крепко обняла, чувствуя, как жгут глаза непрошенные слезы. Я все еще не могла вымолвить ни слова. Не представляю, что чувствовал Алекс, когда Джейк решил позвонить Меган. Или когда мы приехали в его дом, купленный для семьи, которой у него больше не было. И когда увидел на пороге вип-комнаты меня, так похожую на его погибшую жену. Вечер нашего знакомства Алекс действительно не напоминал человека, пришедшего в клуб, чтобы развлечься. Алекс обнял меня в ответ. Хочешь уйти? Я ценю, что ты решился на публичное свидание. Теперь я понимаю, чего тебе это стоило, но любому выходу в свет я предпочту вечер с тобой наедине. Давай не будем множить сплетни, которых Алекс расплатился и мы покинули ресторан, вернувшись к лимузину. На обратной дороге я места себе не находила. Не таким я представляла финал свидания, о котором столько мечтала. Когда лимузин остановился возле отеля, Алекс вышел первым и помог мне выбраться следом. Невероятный мужчина, который сумел скрыть свои чувства от целого мира. Сейчас я должен сделать заявление для прессы, поэтому будет лучше, если ты отправишься сразу в мой номер. Ты заранее назначил пресс-конференцию на этот вечер? Не было необходимости ее назначать. Все и так уже здесь. Алекс указал в сторону дороги, которая огибала отель и вела к его трейлеру. Еще час назад она была совершенно пустой, а теперь забита под завязку фургонами с логотипами новостных каналов и редакцией. Ничего себе, там яблоко упасть негде. И это еще одна причина, почему я предпочитаю жить отдельно. Постояльцы отелей проклинают меня за пробки, шум и толпы журналистов. Но почему не приехали сюда именно сейчас? Это Голливуд, здесь живут скандалами. А если ничего не происходит? Тогда журналисты выдумывают их сами. Но сегодня я спал надолом поводов, заказал лимузин на собственное имя, вышел в свет с прекрасной незнакомкой. Я слишком долго молчал, и домыслы журналистов перешли всеразумные границы. Сегодня я намерен положить этому конец. Я попыталась ответить, но он коснулся пальцем моих губ, призывая к молчанию. Пока ничего не говори. Отношения со мной никогда не будут простыми. Газеты, фанаты, любовницы, незаконорожденные дети, все будут говорить убедительные вещи, с которыми иногда проще согласиться, чем поймать их на лжи. И если завтра ты не захочешь иметь ничего общего со мной, я пойму. Я кивнула в ответ и взгляд Алекса скользнул по моим губам. Похоже, он борется с желанием поцеловать меня, чтобы не завершать вечер на печальной ноте, но вокруг слишком много зевак. Может, помочь ему определиться с желаниями? Хм, а почему бы и нет поцеловать самой? К черту их! Я встала на носочки и поцеловала его в щеку. В щеку? Так скромненько! Алекс ощутимо напрягся, и я испугалась, что сейчас он оттолкнет меня. Но вместо этого с соблазнительной усмешкой он притянул меня ближе к себе. Симпатия Алекса плюс один. Вот стукнет мне восемьдесят, тогда и будешь в щеку целовать. Вот и я о том же. А сейчас целуй нормально. Но все же смотрят. Пусть смотрят и завидуют. Я прижалась к его твердому и жесткому как скала телу, коснулась в дразнящем поцелуе уголка его губ и снова скользнула от его попытки поцеловать меня как следует. Сильные руки Алекса легли на мою талию, большие пальцы скользнули по ткани ниже, на бедра, и я не сдержала тихого стона. Алекс тут же завладел моим ртом, его напор и нежность водили с ума, в этот поцелуй он вложил всю свою страсть и желание. Если мы не остановимся прямо сейчас, то я за себя не ручаюсь. Алекс прекратил это безумие, подарив мне напоследок долгий нежный поцелуй, а после прижал к себе. Его грудь, как и моя, тяжело вздымалась, все было бы совсем иначе, если бы мы не стояли посреди оживленной улицы. А вот и ты! Смотрите, красный текст прям! Это истерика такая, Ирен! Почему ты обнимаешь Алекса Кейна? Ущипните меня! Как я могла забыть про Стэнли? Кажется, этот мужчина сказал что-то на шведском. О, понятно! Это нам так показали, что это другой язык. Зато теперь мы знаем, кто Ирен, шведка. Ты знаешь его или мне вызвать охрану? Пока я стояла, анимев от шока, Алекс с нехорошим прищуром посмотрел на Стэнли. Мой муж в ответ широченной улыбкой протянул Алексу наспех вытащенную из кармана салфетку. Салфетку? Автограф, я твой верный фонтан. Ой, Стэнли тебе точно лучше молчать. Он так и не выучил английский. Какой эпический трындец. Ой, милая, у тебя нет ручки? Ну и как мне теперь выкручиваться? Так, ну дайте нам какой-то выбор такой. О, спасибо он послать мужа к черту. Алекс, я знаю этого мужчину и должна поговорить с ним. Всего пара слов, я быстро. Ладно, но я буду рядом. Ой, да незачем, у тебя же пресс-конференция. Я останусь. Вот что значит настоящий мужчина, он должен все проконтролировать. Что-то задрич тут пришел на шведском лялякает, и тут еще она с ней будет разбираться, я не понял, че такое, я посмотрю, я присмотрю. Судя по его лицу и тону, лучше с ним не спорить. Я повернулась к мужу. Стэнли, иди к черту. Это вот так ты встречаешь законного мужа? Да какой ты мне муж после всего, что было? Ты в своем уме? А что было-то? Не привеличивай. Слушай, я уже достаточно настрадал... Бедняжка, он достаточно настрадался, пока восстанавливал паспорт вместе с визой в США. Хватит дуться. Ты совершенно зря потратил столько времени и денег. Стэнли, я серьезно, все кончено. А ты быстро утешилась. Ну еще бы посмотри на себя. Посмотри лучше на своего Алекса, которому ты так улыбаешься. Тоже большой ходок налево. Я читал обо похождениях в газете, пока летел в самолете. При упоминании своего имени Алекс нахмурился. Стэнли же демонстративно разорвал салфетку пополам и выбросил в ближайшую урну. Боже, какой дерзкий поступок. Алекс такого просто не переживет. Никогда не был его фанатом. Просто хотел продать автограф на онлайн аукционе. Стэнли добавил что-то еще на ломаном английском, но я не различила слов. В отличии от Алекса. Не мешкая ни минуты, Алекс с размаху врезал Стэнли промеж глаз. Тот не удержался на ногах и плюхнулся прямо на пол. Толпа снаружи ахнула. Еще слово и будет хуже. Ты сам виноват в том, что ее упустил. Люди стали доставать телефоны и не стесняясь снимали происходящее на видео. Боже, какое позорище. это настоящая катастрофа. Видела, что он сделал со мной? Видела? Правда, глаза колет? Ты хоть знаешь, что свою Меган он вообще держит в подвале дома на цепи? На что ты надеешься рядом с таким, как он? У него что? Вообще отсутствует инстинкт самосохранения. Обеими руками я упёрлась в грудь Алекса. Алекс, стой, не надо. Скажи своему мужу, что у него есть 30 секунд, чтобы исчезнуть. Дальше я за себя не ручаюсь. Подожди, ты только что сказал моему мужу? Откуда ты знаешь кто он? Я ведь не говорила, что всё ещё замужем. Я отправил запросы тебе частному детективу сразу после того, как ты назвала своё имя. Вообще, Ирен, в натуре, если ты не удосужилась просто как-то пробить его в гугле, это не значит, что Алекс не мог этого сделать. Что? Ты попросил кого-то шпионить за мной? Вовсе не шпионить. Мне нужна была информация. Я не мог иначе. При виде того, как я попятилась от Алекса, Стэнли расхохотался. Что такое, голуби? Голубики, уже не ладите? Блин, ну почему он ещё тут? Заткнись, Стэнли. Ты даже иронизировать без ошибок не можешь. А ты, Алекс, не подходи. Слишком много новостей для одного вечера. Ну, Ирен, ну реально, что за детские обиды? Ага, а вот и твоя подружка Кэрол. Могу поспорить, она тебе и надоумила переспать со знаменитым актёром, чтобы пробиться в Голливуде. С неё станется. Проклятие, только не сейчас. Ужас. Сначала Кэрол заметила лимузин перед входом, затем Алекса. Дружба Кэрол минус один. Да куда уж там больше минусов, да? В последнюю очередь её взгляд остановился на мне. А дружба и... Опять? Лицо у подруги вытянулось от удивления, а после она резко побледнела. Стэнли, который всё понял без слов, теперь хохотал ещё громче. Ну, офигеть, да хватит уже, хватит, остановись, дружба, Кэрол. Что такое, Кэрол? Она не рассказала тебе, своей лучшей подруге, о романе с Алексом Кейном? Моё сердце рухнуло в пятки, когда Кэрол развернулась и исчезла в толпе. В один вечер потерять мужа и подругу. Да вы знаете, честно говоря, с таким-то мужем и с такой подругой не страшно. Смотри, не пожалея о своём выборе, когда останешься ни с чем, дорогая жёнушка. Кэрол, Кэрол, стой! Я хотела броситься следом, но Алекс остановил меня, железной хваткой притянув к себе за талию. Не сейчас, ты найдёшь её позже и объяснишься. Нейтан, иди сюда. Нейтан вышел из-за спин зевак. Можешь провести мисс Андерсон в её номер и убедиться в том, что она в безопасности? Конечно, Алекс. Но, Кэрол, я должна найти её. Пойми, твоей подруге придётся принять наши отношения или уйти. В глубине души я знала, что Алекс прав. Мне не стоило лгать, Кэрол. А как же ты? Один в такой толпе? Со мной всё будет в порядке. Идём, мы должны поспешить. Тут уже не протолкнуться. Я кивнула и устремила следом за Нейтаном в свой номер. Тем более, Кэрол никуда не денется всё равно нам вернётся в номер. Тебе что-нибудь нужно? Нет, спасибо за всё, Нейт. Ты настоящий друг. Хочешь побыть одна? Если нет, то я с удовольствием составлю тебе компанию. Всё в порядке. Я сяду за работу, не переживай. Ещё не дописала финальную сцену? Нет, но у меня появилось несколько идей. Работа как раз то, что мне надо. Она отлично отвлекает от тяжёлых мыслей. Нейтан сказал, чтобы я позвонила ему, если мне что-нибудь понадобится, и ушёл. Я устроилась с ноутбуком на кровати, решив, что утро вечера мудренее, но все мои мысли занимали события этого насыщенного вечера. А ведь у нас со Стэнли давно не ладила семейная жизнь. Вот почему последние полгода я с головой ушла в работу. Нужно было быть смелее и не закрывать глаза на проблемы в браке. Вскоре я всё-таки погрузилась с головой в работу и совсем потеряла счёт времени. Когда я открыла глаза, в номере было абсолютно темно. Похоже, я не заметила, как заснула. Вот только свет не горел, а я хорошо помнила, что не выключала его. В темноте чувства обострились и я различила какой-то странный звук, будто кто-то ходил по комнате, стараясь двигаться как можно бесшумнее. Кто здесь? Кэрол, это ты? Нет ответа. Аккуратно потянувшись к лампе на прикроватной тумбе, я зажгла свет. Так, в комнате никого кроме меня не было, но приглядевшись я торопела. Все вещи Кэрол пропали. Похоже, Кэрол вернулась в номер и надеялась остаться незамеченной, но случайно меня все-таки разбудило. Если она только что была здесь, то не могла уйти далеко. Кэрол, подожди, не уходи. Я выбежала из номера и тут же влетела в широкую спину Гарольда Штерна. Добрый вечер, мистер Штерн. Вы не видели Кэрол? А вот и мисс Андерсон, звезда сегодняшнего вечера. Или лучше называть вас миссис? Этот мужчина просто невыносим. Не перестаю удивляться вашей насыщенной жизни, миссис Андерсон. Заводите роман женатым мужчиной, будучи замужем. Водите подругу за нос и никак не допишите свой первый сценарий. Как у вас столько времени на все хватает? Почему я вам так сильно не нравлюсь, мистер Штерн? С чего вы решили, что не нравитесь мне? Лишь потому, что я не падаю к вашим ногам, как все остальные? Не знала, что сарказм это такой вид флирта. Вы хорошо себя чувствуете, мистер Штерн? Не заболели? После тяжелого вздоха Гарольд заговорил совсем другим голосом, охрипшим и вымотанным. Последние несколько часов я утешал Кэрол, так что извините, если мои слова прозвучали резко. Вы знаете, где она? Я не хочу потерять ее. Вы потеряли подругу в ту самую минуту, когда соблазнили Кейна. Что теперь вы ей скажете? Что вам жаль? Или вы готовы уступить ей своего мужчину? Я знала Кэрол дольше, чем он, и после всего, что между нами было, я верила, что еще могу наладить наши с ней отношения. Хотите совет, миссис Андерсон? От вас? И каким же он будет? Есть только один способ узнать. Скажите «да». Гарольд широко улыбнулся, гипнотизируя меня пристальным взглядом. Гарольд опасен, но надо отдать ему должное. он в Голливуде куда дольше, чем я. Что же мне ответить? Ну понятно, платный совет, ну ладно, согласиться. Хорошо, давайте сюда ваш совет, мистер Штерн. Скажите, каким было ваше первое впечатление обо мне? Ветреный, непостоянный эгоист, и мое мнение не изменилось. Гарольд широко улыбнулся, будто я отвесила ему комплимент. Вот поэтому меня не преследуют спятившие девицы, готовые убить за возможность переспать со мной. Я не обещаю им воздушных замков или отношений, а даю только то, о чем они мечтают. Одну незабываемую ночь. Так вы оправдываете свои похождения, мистер Штерн? У звезд Голливуда есть обязательства перед фанатами мисс Андерсон, а что делает Алекс? Избегает их годами. Я считаю, что Кейн сам довел фанаток до того, что он теперь шагу не может ступить без полиции, а некоторые из них окончательно слетели с катушек. Он серьезно? Разве это выход спать с каждой встречной? Не с каждой. С вами ведь я не спал. Ну так я не твоя фанатка. Я почувствовала, как вспыхнули мои щеки. Я отлично понимаю, почему Алекс не устоял перед вами, но ваша ошибка в том, что вы оба категорически против измен. Измены ужасные. Разве? Я знаю пары, которые легко закрывают глаза на отношения на стороне, и это никак не вредит их семьям. Если бы Алекс хоть раз пообщался со своими особо ярыми фанатками, это значительно упростило бы ему жизнь. Что значит хоть раз пообщался, это как, в кавычках что ли? Вы никого не любили, мистер Штерн, если так говорите. Гарольд грустно усмехнулся, вдруг подхватил выбившуюся из прически прядь моих волос и завел ее мне за ухо. Я вздрогнул от его прикосновения и того, как близко он оказался. вы ошибаетесь. А если я скажу, что уже влюблен в эту самую минуту, не думали об этом? Не говори, что в меня. Варту пересохло, когда взгляд Гарольда остановился на моих губах. Любимой женщине я даю самое дорогое, свое сердце, а фанатки не получают ничего, кроме одной малозначительной ночи. Да. А если ваша женщина тоже будет спать с другими? Вот замечательный вопрос. Обычное дело для Голливуда. Роли, фильмы, сценарии. Все это распределяется не на публике, а в спальнях. Я не спала с Ванессой, но она выбрала именно мой сценарий. А вы попробуйте пристроить следующую рукопись, и будете неприятно удивлены. Гарольд вдруг сократил расстояние между нами до минимума. Природа щедро одарила вас, но вы сами загоняете свою карьеру в тупик. Алекс собственник. Он посадит вас в золотую клетку и никогда не позволит затмить его успехи. Его жена была очень талантливой актрисой, но после замужества она работала все меньше и меньше. Вы хотите того же? Дыхание моментально сбилось, а тело затопило жаром, когда он вдруг провел большим пальцем по моей щеке. Хватит меня лапать, алло! Я задрожала, когда он надавил пальцем на мои губы, вынуждая приоткрыть рот. А ты чего стоишь, как эта вкопанная? Второй рукой не церемонясь, он впечатал меня в свое жесткое тело, не отводя глаз от того, как скользит его палец между моих губ. Фу! Я отдам тебе больше, чем ты можешь себе представить. Его лицо было так близко, он собирался меня поцеловать по-настоящему, но его слова вернули меня с небес на землю. Что я делаю? Обеими руками я оттолкнула Гарольда, кляня себя за проявленную беспечность рядом с таким соблазнителем, как он. Фух! Уберите руки, мистер Штерн. Гарольд с надменной ухмылкой сделал шаг назад. В его глазах бесновалось пламя чистого порока. Посмотрим, как долго вы сможете обманывать саму себя. И, кстати, можете звать меня Гарольд. Вы обещали отвезти меня Кэрол. Если бы наш вечер сложился иначе, я бы помог. А так вы справитесь и без меня. Кэрол спустилась вниз, чтобы немного прогуляться и развеяться. Всего хорошего. В лобе Кэрол не оказалась, а бармен сказал, что видел, как она вышла на улицу. Перед отелем ее тоже не было. Я сама того, не заметив, дошла аж до съемочного павильона, погруженного в темноту. ух, у меня нехорошее предчувствие. Я уже собиралась возвращаться, как среди декораций вдруг мелькнул какой-то луч света. Будто от фонарика. Может это Кэрол? Стараясь двигаться как можно бесшумней, я миновала декорации замка драконов, как вдруг луч фонарика исчез. Площадка погрузилась в темноту. Похоже меня заметили. Только теперь я вспомнила о рыжеволосой девушке и многочисленных предупреждениях Алекса будь осторожной. Я тихо развернулась и пошла назад, туда, где стояла на распашку дверь павильона, через который внутрь проникал лунный свет. Вдруг дверь с грохотом закрылась. Я не видела, чтобы кто-то покидал павильон и теперь не знала, осталась ли я одна в абсолютной темноте или кто-то по-прежнему находился рядом. Пульс эхом отдавался в ушах, мешая сосредоточиться. В спешке выскочив из номера я не взяла с собой мобильный телефон, поэтому оставалось полагаться только на себя. Вскоре я привыкла к темноте и стала различать очертания объектов, хотя все равно видела их очень плохо. Ладно, не ночевать же здесь. Как теперь выбираться? Так, продолжать искать дверь. Думаю, будет лучше, если я как можно быстрее покину павильон и останусь незамеченной. Сделав несколько шагов, я уткнулась в стену. Отлично, хоть какой-то ориентир. Видя ладонью по стене, я быстро добралась до металлической поверхности, на которой нащупала дверную ручку. Ну вот, почти на свободе. Взявшись за ручку, я распахнула дверь. Неожиданно дорогу мне перегородила чья-то фигура, а белый свет фонарика, направленного прямо в лицо, полностью ослепил. Эй, уберите фонарик! Человек послушался и направил луч света нам под ноги. Зрение вернулось лишь частично. Я различила размытый силуэт, но и этого, впрочем, оказалось достаточно. Ты? Тут за моей спиной раздались шаги. Тот, кто прятался в павильоне, решил, что больше можно не скрываться, и теперь двигался прямо на меня. Я не успела обернуться, чьи-то руки сжали мне шею, а к рту и носу прижали пропитанную какой-то резко пахнущей жидкостью тряпку. Я хотела закричать, попросить о помощи, но лишь вдохнуло парализующий раствор. Сквозь застилающий сознание туман я услышала, как знакомый голос произнес «Не дергайся, будет только хуже». Мир окончательно поплыл перед глазами, а после погрузился во тьму. «Хороший финал главы, ничего не скажешь, просто жесть». И намека не было, она сказала только, что это знакомый для нее голос. А кто это был? Неужели Кэрол? Я, как только узнала об этом бешеном фан-клубе этих женщин, у меня даже почему-то сомнений не было, что Кэрол находится в нем. Это будет жесть, если она превратится в какого-то такого маньяка, еще большего такая «Ирен, теперь ты за все поплатишься, боже, кошмар, конечно. Куда мы попали? Где наши вещи? Ужас!» А этот Гарольд меня реально еще больше стал бесить своим поведением. Не люблю таких чрезмерно уверенных в себе мужиков. Ну, как-то нужно всегда оставаться человеком. Звезда-то или нет? Ну, что, друзья, с нетерпением ждем продолжения и узнаем таки, что же произошло с нашей Ирен, кто же ее спасет. Плейлист этой истории всегда находится в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok